Здравствуйте! В эфире телеканала СБС и радио СБС-ФМ вечерний выпуск новостей в студии Лидия Молодцова. Вначале коротко о главном. В Санкт-Петербурге прошел неформальный саммит глав государств СНГ. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и руководители других стран ознакомились с Екатерининским дворцом в Санкт-Петербурге. Официальный Баку передал ноту Парижу в бою сотрудников посольства Франции, объявленной в Азербайджане персонами нон-врата. В Агдамском районе сотрудник агентства по разминированию подорвался на мине. МИД Азербайджана заявили, что устранение минной угрозы против Азербайджана должно стать международным приоритетом. Роль Азербайджана как важного транспортного хаба имеет особое значение для стран-содружества независимых государств. В Санкт-Петербурге сегодня обсуждались приоритеты развития объединения, в том числе по экономическому вектору. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге. На встрече выступил президент России Владимир Путин. Перед началом саммита лидеры страны знакомились с Екатерининским дворцом и посетили Петергоф в окрестностях северной столицы России. Ранее в рамках саммита состоялась встреча президентов Азербайджана и Белоруссии Ильхама Алиева и Александра Лукашенко. В ходе встречи в Санкт-Петербурге главы государства обсудили перспективы сотрудничества Баку и Минска. Было вновь с удовлетворением отмечено успешное развитие двусторонних дружественных отношений в различных сферах, хороший потенциал для дальнейшего расширения сотрудничества. Было указано, что встречи и контакты на высоком уровне способствуют укреплению двусторонних отношений. Главы государств также провели обмен мнениями о будущих контактах и перспективах взаимодействия. А прямо сейчас о сотрудничестве в рамках СНГ поговорим с нашим гостем. К нам подключается Дарья Гривцова, заместитель директора Института политических исследований из России. Дарья, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. Что ж, состоялся традиционный неформальный саммит лидеров СНГ, и он начался не за столом переговоров, а именно в ходе экскурсии. То есть такая дружеская атмосфера. Какие вопросы сегодня стоят на повестке дня перед содружеством? Ну, действительно, как вы правильно сказали, саммит проходит в такой дружеской атмосфере, и это скорее такой саммит, на котором встречаются по традиции и обсудить итоги года, обсудить планы на будущий год, ну и вообще обменяться мнениями. Какие-то конкретные проблемы, серьезные вызовы, все-таки это для других встреч, а сейчас предпраздничная атмосфера, все ожидают Новый год, и обсудить, как раз-таки подвести итоги, наметить планы на будущее для совместной кооперации, совместного сотрудничества, провести какие-либо двухсторонние переговоры, обсудить с рядом своих коллег, скажем так, в неформальной обстановке, интересующие друг другу вопросы. Вот это основная идея саммита. Какие-то конкретные, скажем так, вопросы серьезные все-таки на этот саммит-то не выносились, ну, конечно же, это экономическое сотрудничество, безопасность, но, скажем так, это все обсуждается в общем. А больше такой форум проводится для личностных контактов между лидерами, что также немаловажно, и, я бы сказала, даже очень нужно в настоящее время, когда вокруг, мы знаем, недружественные страны, недружественный Запад, Европа, пытаются атаковать каждого из членов Содружества независимого государства. Дарья, вот какую роль играет Азербайджан в рамках укрепления взаимодействия в рамках СНГ на сегодняшний день? Ну, конечно, Азербайджан играет очень важную роль, и, как отметил Владимир Путин, что Азербайджан – это важная страна, по которой проходит важный логистический транспортный маршрут. И, безусловно, страны СНГ очень заинтересованы в сотрудничестве, в развитии самого Азербайджана, в безопасности Азербайджана. И, как мы понимаем, здесь открытие новых маршрутов, новых транспортных коридоров дает широкие экономические возможности для реализации различных проектов. И это как раз-таки будет темой уже следующих встреч, когда конкретные рабочие группы соберутся и будут обсуждать реальные проекты и возможности их реализации. А, конечно же, Азербайджан сделает все для того, чтобы все прошло успешно и безопасно. Говоря как раз-таки о вопросах безопасности, в рамках Содружества по всем направлениям существуют очень тесные контакты и, конечно же, в числе сферы укрепления безопасности. Вот, учитывая непростую геополитическую обстановку, как вы уже отметили, появление новых очагов нестабильности, какую роль сегодня играет СНГ? Ну, СНГ, конечно же, он сейчас и традиционно очень важен для, скажем так, стабильности в мире на евразийской платформе, евразийской площадке. Мы знаем, что многие страны, включая страны НАТО, пытаются атаковать представителей, членов, президентов самих стран СНГ, пытаются разорвать, поссорить тех, кто участвует в этом объединении, пытаются создать какие-то свои альтернативные объединения. Но все же историческое прошлое, которое связывает непосредственно участников этого объединения, оно также очень важно. Возможность общения именно связанного со своими соседями, с теми, кто находится близок, это очень важно. Кстати, Ильхам Алиев также не раз упоминал, что выстраивать диалог и сотрудничество нужно прежде всего со своими соседями, кто находится рядом, потому что они знают и вопросы региональные, и связанные общим прошлым. И сейчас, конечно же, когда мир такой турбулентный и требует от стран различные вызовы, то, конечно же, объединения любые будут очень полезны, а тем более объединение как раз-таки на взаимопонимании, на исторических корнях, на традициях, оно всегда будет позитивным для реализации различных проектов. Причем проектов различных, от экономических до проектов в сфере безопасности, от обменения мнением до кооперации структур различных уровней. Поэтому СНГ, конечно же, играет важную роль, и, надеюсь, оно будет играть важную роль, и страны это будут понимать. Мы видим даже тот же самый Никол Пашинян, который всегда отказывался от участия в каких-либо объединениях, где сейчас главенствует Россия, все-таки тоже приехал на этот самминт, и понимает, насколько важно все-таки выстраивать отношения со своими соседями. И от этого, в принципе, стабильность и безопасность региона тоже очень зависит. Но стоит отметить и тот факт, что в последнее время мы увидели серьезные подвижки нормализации отношений между Баку и Ереваном. Как раз-таки как данный формат взаимодействия может повлиять на этот процесс, как вы считаете? Ну, конечно же, когда есть возможность лично встретиться, лично поговорить, тем более, можно сказать, в неформальной обстановке, когда закончится саммит, будет обед, разговоры, а не под камеру, то, конечно же, можно выяснить какие-либо конкретные вопросы, которые интересуют обе стороны. И, естественно, это помогает наладить доверие между сторонами и в дальнейшем уже реализовывать конкретные шаги, конкретные меры, даже по тому же подписанию мирного договора по вопросам демаркации и делимитации границы. Если понимание на уровне глав государств есть, то уже есть надежда, что рабочие группы, подчиненные будут реализовывать то, что намечено на самом высоком уровне. А как раз такие форумы, такие собрания помогают этому. Дарья, ну вот Армения в последнее время ведет прозападную политику и пытается дистанцироваться от России. До этого Никол Пашинян, как вы отмечали, не принял участия в некоторых встречах, в том числе в рамках саммита УДКБ. Вот учитывая, что премьер-министр армии не прибыл все же на неформальный саммит СНГ, свидетельствует ли это о том, что Ереван осознает важность взаимодействия с Россией? Я думаю, да, он вполне осознает важность взаимодействия с Россией, поскольку население, есть значительная часть именно пророссийская. Поэтому, скажем так, игнорировать эту сторону избирателей, которая также голосовала за Пашиняна, нельзя и невозможно. И, естественно, как бы не хотел Пашинян сотрудничать с Западом, все равно его сосед и партнер экономический в том числе, партнер по объединениям – это Россия. И если ты уж хочешь, скажем так, балансировать между Европой и Россией, то должен, соответственно, посещать различные мероприятия, в том числе и с участием России. И, конечно же, это все же не меняет того курса, который выбрал Пашиняна, а именно общение со своими западными партнерами, надежды, скажем так, которые он возлагает именно на западных партнеров. Но и от России он тоже не отказывается. Как мы видим, это позитивный знак. И я надеюсь, что все-таки вот эта балансировка у Пашиняна останется. Как бы не хотели его западные партнеры оторвать его от России, настроить против России. Все-таки он поймет, что часть избирателей, часть граждан Армении хочет поддерживать нормальные добрососедские связи с Россией и жить, скажем так, в гармонии. Поэтому у Пашиняна ничего не остается, как именно балансировать между Россией и Западом. Дарья, большое вам спасибо за ваш комментарий. Спасибо, что подключались к нам. Спасибо. Всего доброго. Я напомню, что на прямой связи со студией была Дарья Гривцова, заместитель директора Института политических исследований. Продолжаем выпуск. Посол Франции в Азербайджане Анбу Айон была вызвана в Министерство иностранных дел Азербайджана. Согласно информации, до сведения посла было доведено, что двое сотрудников посольства Франции объявлены персонами Нонграта. В связи с деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу и противоречащей Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года. Этим лицам предписано покинуть территорию Азербайджана в течение 48 часов. Послу была вручена соответствующая нота МИД. Геополитические интриги Франции не прекращаются. Макрон и его свита продолжают демонстрировать предвзятую политику на Южном Кавказе. Свои коварные планы французские власти пытались реализовать и на территории Азербайджана. Но здесь они с треском провалились. Шамистан Мамедов расскажет более подробно. Терпят поражение везде, где только можно. Французские власти во главе с президентом Макроном в очередной раз сели в лужу. Двое сотрудников посольства Франции в Баку объявлены персонами Нонграта. Им предписано покинуть страну в течение 48 часов. Ранее в Азербайджане разоблачили широкую резидентуру агентов спецслужб Пятой Республики. Они были задействованы в различных операциях в Украине, Молдове, Грузии, ряде стран Восточной Европы, Ближнем Востоке и Центральной Азии. Профессионализм и бдительность органов безопасности Азербайджана позволили положить конец геополитическим интригам Франции. Отношения Азербайджана и Франции ухудшаются по вине Парижа. Елисейский дворец заинтересован только в эскалации ситуации. В этом играет роль не только дружба с армянами, но попытки Франции распространить свое влияние в регионе. Но Макрон должен раз и навсегда усвоить, что Азербайджанам нельзя управлять, как это делают французы с Арменией. Баку не приемлет языка угроз. Азербайджан не позволит Макрону распространять свои щупальца внутри страны. Президент Франции выбрал глупый метод и выставил себя посмешищем. Агенты Франции, используя широкие связи, активно перемещались в странах региона, формируя новые задачи и расширяя сферу влияния Макрона и его свиты. К слову, один из граждан Франции, долгие годы являющийся внештатным сотрудником французского разведсообщества, добровольно инициировал сотрудничество с правоохранительными органами Азербайджана. Париж пытается вмешаться в геополитическую ситуацию на Южном Кавказе уже давно. Но в этом деле французы используют Армению. Француз уже давно теряет мировую гегемонию и не может с этим смириться. Париж сейчас ведёт ещё более агрессивную политику. Франция потеряла свои позиции на Южном Кавказе. Макрон и его команда пытаются восстановить хоть какое-то влияние, но уже методом шпионажа. Французская агентурная сеть сеет вражду между разными странами, вмешивается во внутренние дела государств. И разоблачение агентов Франции в Азербайджане тому ещё одно доказательство. Франция показала, что от неё исходят одни проблемы, и это негативно отразится на её пошатнувшемся авторитете. Франция проводит милитаристскую политику, вооружая Армению, поощряет реваншистские силы в этой стране, готовит почву для развязывания новых войн в регионе. Тому пример поставка в Армению наступательной бронетехники «Бастион». И при этом Макрон позиционирует себя как сторонник международного права, мира и стабильности в регионе. Действия Парижа, считают эксперты, служат только усугублению ситуации и ставят под угрозу процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном. Сейчас власти Франции и спецслужбы этой страны пытаются выяснить, каким образом их так умело разоблачили. Подобное поведение Макрона и его команда нанесли серьёзный урон авторитету Франции. Неудивительно, что французская дипломатия сегодня везде терпит фиаско. К своей грязной деятельности они привлекали даже сотрудников посольств. От этого пострадает сама Франция. Французские политические деятели уже долгие годы всячески поощряли армянский сепаратизм на азербайджанских территориях. К примеру, Сенат Франции неоднократно принимал резолюции, направленные против территориальной целостности Азербайджана. Но это не помешало Баку освободить от армянской оккупации свои земли. Сегодня азербайджанский флаг гордо развивается Хан Кенде. Это стало личным поражением для Макрона, который без устали выступал с антиазербайджанскими заявлениями, представлял страну-агрессора Армению, пострадавшей стороной. Попытки президента Франции говорить с Азербайджаном на языке угроз окончательно разрушили его имидж посредников диалоги между Баку и Ереваном. Макрон по своей же вине был отстранен от переговорного процесса. В Азербайджане в период с момента окончания войны в 2020 году по настоящее время число жертв мин достигло 341. 65 человек погибли, среди них 50 гражданских лиц. Об этом говорится на странице Министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети ИКС. МИД подчеркнули, что устранение минной угрозы в отношении Азербайджана должно стать международным приоритетом. Ранее в Агдамском районе еще один человек стал жертвой мин, установленных Арменией. Сотрудник агентства Азербайджана по разминированию подорвался на противопехотной мине при исполнении служебных обязанностей. Пострадавшему была оказана необходимая первичная медицинская помощь, после чего он был эвакуирован в Генжинскую клиническую больницу. В настоящее время его состояние удовлетворительное. По факту произошедшего в Генеральной прокуратуре Азербайджана проводится расследование. К другим темам. Комиссия по международным делам парламента Турции одобрила ратификационный протокол о принятии Швеции в НАТО, сообщают турецкие СМИ. Теперь документ будет вынесен на голосование Генассамблеи парламента. Ранее президент Турции Реджептей Пардуган заявил, что Турция одобрит членство Швеции в НАТО в случае, если США решит вопрос по продаже истребителей F-16, а также если Канада снимет эмбарго в отношении Турции на поставки оружия. Тем временем главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный опроверг слова президента Владимира Зеленского о числе мобилизуемых в стране. Конкретную цифру по планируемой мобилизации Залужный назвать отказался. По его словам, запрос на 2024 год был сформулирован с расчетом нынешних потребностей армии и прогнозом возможных потерь. Теперь президент Украины, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что командование ВСУ выступило с предложением о дополнительной мобилизации 500 тысяч человек. Зеленский уточнил, что в предложенном формате мобилизации обойдется бюджету страны в лишних 500 миллиардов гривен и затребовал от Камбина подтверждение реальности таких сумм. Военное командование ни одного запроса не делало на какие-либо цифры. Военное командование делает запросы на боеприпасы, оружие и, соответственно, на человеческий ресурс. Это делается на постоянной основе. Мы осуществляем свои полномочия в соответствии с тем функционалом, которым мы наделены. Что касается этой цифры, то мы ее сформировали и сформировали на следующий год. Она учитывает, да, укомплектование личного состава, формирование новых воинских частей, а также прогнозирование потенциальных потерь, которые мы можем понести в следующем году. Озвучивать эту цифру и уточнять каждый из этих показателей я не могу. Это военная тайна. Американское издание «Политика» опубликовало список худших политиков и общественных деятелей 2023 года. Так, издание присудило главе внешнеполитического ведомства ЕС Жосву Барылю премию «Болван от дипломатии». Издание заявляет, что многие дипломатические высказывания Барыля заставляют воспринимать его как комическую фигуру. В частности, он призывал к мирным переговорам там, где они явно неприемлемы для всех сторон конфликта. Припомнили Баррелю и обещание начать поставки истребителей Киеву. Также «Политика» называет главу Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен лучшей в номинации «Немец», который притворяется президентом Европы. По мнению издания, фон дер Ляйен в своих политических усилиях неизменно сталкивается с проблемами, поскольку не в силах справиться с противостоянием европейских политиков. В частности, с президентом Евросовета Шарлем Мишелем. Возможный раскол в рядах Евросоюза стал главной темой обсуждения в европейских СМИ. Причины называются абсолютно разные, но с каждым днем все очевиднее факт того, что ситуация накаляется. Эксперты отмечают, что разногласия внутри организации были всегда, но с начала войны между Россией и Украиной проблемы видны всем. Венгрия решительно отвергает новые правила миграционной политики Евросоюза, а ее правительство намерено самостоятельно принимать решение о том, кого впускать в страну, а кого нет. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сиярта, комментируя достигнуто европейскими странами политическое соглашение по реформе общей миграционной политики. По словам главы МИД, Евросоюз не может навязывать в Венгрии подобные решения и посоветовал политикам Брюсселя держаться подальше от этого вопроса, не втягивая Венгрию к проблемам. Эксперты отмечают, что разногласия в Евросоюзе были всегда, начиная от экономического кризиса внутри объединения до расхождения мнения во внешнеполитических вопросах. Сейчас же данный вопрос наиболее актуален на фоне войны в Украине. Хочу отметить, что определенные разногласия в Евросоюзе были и ранее. Это, конечно, связано с тем, что в 2000-х годах пошло большое расширение Евросоюза. Позже было два кризиса. Первый – греческий кризис экономики и второй – миграционный. Там уже появились первые признаки раскола. Теперь все это усугубилось эпидемией ковида, последствиями, экономическими последствиями и российско-украинской войны. Серьезные экономические проблемы в Евросоюзе, рост цен, опять же, проблемы с миграцией и как относиться дальше к вопросу войны. Поэтому здесь мы видим голоса некоторых членов, таких как Венгрия, сейчас уже Словакия. «Чёрная кошка» пробежала также и между председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен из-за стремления последней действовать в одиночку в вопросах внешней политики организации. Но и это не единственный вопрос, в котором мнения стран-членов ЕС расходятся. Не могут прийти к единому мнению члены Евросоюза в вопросе помощи Украине. Ранее газета «Политика» опубликовала сенсационную статью, в которой говорится о том, что раскол внутри Евросоюза по вопросу оказания помощи Киеву может быть неверно воспринят в Вашингтоне. Поэтому Европейский союз должен показать США приверженность поддержке Украины. До этого в статье сообщалось, что чиновники Евросоюза в частном порядке нелестно отзываются об Украине, хотя публично демонстрируют безоговорочную поддержку Киева. Плюс всегда в Евросоюзе, вы знаете, были те страны, которые давлели. Это Франция и Германия. До этого была Британия, но Британия после Брекзита уже не играет роль. Фактически мы говорим о двух суперсилах внутри Евросоюза. Это Франция и Германия. Если Германия больше, конечно, скажем, экономически давлеет, то Франция – это политически. И после Елисейского договора о нормализации Франции и Германии, у Германии фактически нет даже своей внешней политики. Внешняя политика отдана на откуп Франции. И здесь-таки между Францией и другими членами, особенно новыми членами, восточноевропейскими членами Евросоюза, есть серьезные разногласия по поводу военного сотрудничества, по поводу определенных экономических вопросов. Раскол в отношениях между двумя крупными членами Евросоюза Франции и Германии наблюдались еще и в прошлом году, после того, как Макрон и Шойц по кончанию встречи в Париже отказались сделать выход на совместную пресс-конференцию. Причиной такого резкого ухудшения отношения СМИ в первую очередь назвали, конечно же, энергетический кризис. Однако, одним из пунктов раздора между Макроном и Шойцем стало еще и то, что Германия покупает у США истребители системы ПВО, в то время как Макрон уже давно уносится с идеей собственной европейской армии и создания общей европейской системы ПВО. В целом, старые обиды, набирая оборот, в соответствии с реалиями сегодняшнего дня, еще больше увеличивают трещину в отношениях стран-членов Европейского Союза. По меньшей мере, пять человек, в том числе и ребенок, погибли в результате пожара, вспыхнувшего в туристическом комплексе в румынском селе Тухань к северу от Бухареста. По данным СМИ, причиной чрезвычайного происшествия мог стать умышленный поджог. В отеле находились 26 человек, из них более 18 смогли эвакуироваться самостоятельно. Двое из них госпитализированы с ожогами разной степени тяжести. В тушении огня были задействованы 14 пожарных машин. Спасатели продолжают поиски еще троих человек. По данным органов гражданской обороны Румынии, у туристического комплекса не было действующей лицензии на пожарную безопасность. В США зафиксирован рост числа заболевших новым штаммом COVID-19. Это связано со снижением активности американцев в вопросе вакцинации. Новый штамм стал причиной 44% случаев коронавирусной инфекции в стране. Своевременная вакцинация поможет уберечь от заражения новым штаммом COVID-19. В Соединенных Штатах Америки растет число заболевших новым штаммом коронавируса COVID-19. Как сообщает издание Financial Times, речь идет о новом штамме вируса под названием GN1. Сообщается, что в США число заболевших новой версией коронавируса увеличилось в два раза. Данные Центра по контролю профилактики заболеваний США свидетельствуют о том, что подвид штамма омикрон стал причиной 44% случаев коронавирусной инфекции в стране. Тому причина – резкое снижение активности американцев в вопросе вакцинации. В США внедрение обновленных вакцин против COVID-19 и соблюдение других профилактических мер, таких как ношение масок, резко сократилось с момента разгара пандемии. Все, кого я видел за последние пару месяцев с вирусом в больнице, не получили обновленную вакцину. Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, в течение всего декабря до 30% заражений связаны именно с этим штаммом COVID. Этот подвид отличается от других тем, что распространяется намного быстрее. Прогнозируется, что в следующие несколько недель заражения COVID будут связаны именно с этим штаммом. Несмотря на то, что впервые он был зафиксирован в Израиле и Дании, сейчас он распространен в 40 странах мира. Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала случаи заболевания в 41 стране, в том числе во Франции, Сингапуре, Канаде, Великобритании и Швеции. И, как сообщили в организации, распространение этого вируса может возрасти в зимний период. В Азербайджане не было зафиксировано случаев заражения этим штаммом. Однако инфекционисты советуют не терять бдительность в таких случаях. «В нашей стране случаев заражения штаммом JN1 не зарегистрировано. Однако в связи с предстоящими праздниками увеличилось число зарубежных поездок. Массовое скопление людей в разных местах может привести к увеличению риска заражения этим вирусом. Лечение такое же, как и для других штаммов COVID-19. Для него эффективны те же методы лечения. Обновлённые вакцины против коронавируса также могут защитить от этого штамма». Ранее Северная организация здравоохранения сообщила, что заболеваемость коронавирусом в мире выросла более чем на 50%. По данным организации, в период с 20 ноября по 17 декабря COVID-19 заболели свыше 850 тысяч человек. Большинство заражений выявлено в России. Лидерами по числу заболевших также названы Сингапур, Италия и Польша. А прямо сейчас возвращаемся к главной теме дня. В рамках неформального саммита глав государств СНГ особое внимание было уделено развитию экономического сотрудничества. И подробнее об этом расскажет моя коллега Салатын Мирзаева. Салатын, добрый вечер. Здравствуй, Лидия. Да, действительно расширяется взаимодействие стран СНГ. В частности, демонстрируется рост экономических показателей. Ну а о роли Азербайджана в рамках объединения и других новостях мы расскажем в выпуске «Финтаймс Карбарен». Сегодня Санкт-Петербург принял неформальный саммит глав государств СНГ. На мероприятие принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, который прибыл в культурную столицу России с рабочим визитом по приглашению президента Владимира Путина. Содружество независимых государств насчитывает уже более 30 лет существования. Встреча является традиционным форматом общения глав государств. Уже на протяжении долгих лет, в последних числах декабря, лидеры стран СНГ обсуждают приоритеты развития объединения. Азербайджан также принимает активное участие в саммите и играет неоценимую роль в сотрудничестве в рамках СНГ. Азербайджан является очень хорошим транзитным хабом для России. И его важность сейчас будет только возрастать. Фактически он объединяет и сухопутные дороги, и объединяет дороги через Каспий. И, в общем, здесь очень сложно сейчас переоценить его возможности для расширения новых логистических маршрутов в России. Поэтому я думаю, что это сотрудничество сейчас будет только расширяться. Тем более, что и Россия, и Азербайджан заинтересованы в сотрудничестве с Ираном. И это будет продолжаться, мне кажется, по крайней мере, в ближайшие годы точно. Как подчеркивает эксперт, Азербайджан является очень важным транспортным хабом, который сейчас связывает Россию с огромным количеством стран. Все эти транзитные маршруты, они для Азербайджана будут очень важны с точки зрения обеспечения как внутренних возможностей развития, так и для роста ВВП, потому что, в общем, тот, кто контролирует транспортные потоки, тот, кто контролирует транспортные маршруты, он это выигрывает. И Азербайджан здесь, конечно же, получит свой большой достаточно кусок выгоды, который будет только увеличиваться в ближайшее время. Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон о государственном бюджете страны на будущий год. Согласно документу, доходы госбюджета Азербайджана на следующий год определены на уровне 34 млрд 173 млн монатов. Расходы бюджета запланированы в 36 млрд 763 млн монатов. В том числе централизованные доходы составят 33 млрд 397 млн монатов. Централизованные расходы – 35 млрд 978 млн монатов. В налоговый кодекс Азербайджана внесены изменения в налогообложение доходов по банковским вкладам. Данные изменения нацелены на совершенствование фискального законодательства и связанных с ним правовых актов. Поправки, приняты парламентом в третьем чтении, коррективы кодекса должны оптимизировать налоговое бремя субъектов предпринимательства и стимулировать деловую активность. Также это снизит налоговую нагрузку на население за счет социальных налоговых льгот и поддержит борьбу с теневой экономикой. Одним из ключевых налоговых послаблений для граждан стало определение льгот по годовому доходу с процентов, начисляемых на сбережения физических лиц. С февраля 2016 по февраль 2023 года владельцы депозитов в местных и иностранных банках в Азербайджане не платили подоходный налог с процентного дохода по вкладам. Однако в текущем году срок моратории истек, и такие доходы стали облагаться налогом в 10%. В целях снижения налоговой нагрузки и стимулирования долгосрочного размещения сбережений населения налоговый кодекс внесены изменения. Так, от налогообложения в течение трех лет освобождается полная сумма начисленных процентов по депозитам физических лиц в местных и иностранных банках в Азербайджане. В зависимости от размера процентных доходов по вкладам в национальной валюте на срок от 18 месяцев и более. При этом средства со счета не должны выводиться ранее, чем через полтора года с его открытия. Изменения в законодательстве также предусматривают освобождение от подоходного налога физических лиц при ежемесячном процентном доходе до 200 монатов с вклада в национальной валюте в каждом банке. В остальных случаях, в том числе при доходах выше этой суммы, банки взимают налог на проценты по депозитам в размере 10%. Этот закон распространяется как на доходы в национальной, так и в иностранной валюте. На строительство солнечной электростанции в Городаге выделено 300 гектаров земли. Данное решение было принято согласно новому постановлению премьер-министра Азербайджана Али Асадова. Выделенный участок, относящийся к категории земель Государственного резервного фонда, расположен на территории города Баку в поселке Персад Городагского района. Министерству энергетики поручено выбрать исполнителя проекта СЭС в соответствии с требованиями порядка выбора производителя электроэнергии на территории возобновляемых источников энергии. Контроль за исполнением данного постановления возложен на отдел аграрной экологии аппаратов Кабинета министров. В Баку готовы рассмотреть вариант приобретения нефтеперерабатывающего завода «Лукоил» «Нефтохимбургаз» в Болгарии, если поступит конкретное предложение. Об этом заявил посол Азербайджанов София Гусейн Гусейнов в интервью «Евроньюс Болгария». Говоря об Азербайджано-болгарских отношениях, дипломат отметил широкий потенциал и перспектива развития двухсторонних связей. Азербайджан поддерживает истремление Болгарии стать газовым и транспортным узлом в регионе. По словам Гусейна Гусейнова, проект «Кольцо солидарности», подписанный в апреле в текущего года в Софии, при участии президента Ильха Малеева, создает хорошие возможности для Болгарии стать транзитной страной для азербайджанского газа. Дипломат также указал на наличие больших возможностей для развития двусторонних связей во многих сферах, включая транспорт, промышленность, информационно-коммуникационные технологии, туризм и сельское хозяйство. В целом, Азербайджан видит в Болгарии энергетический и транспортный узел на пространстве еврозоны. Между Болгарией и Азербайджаном много общего. Наши страны являются стратегическими партнерами. «Дружественные отношения в последние годы развиваются очень быстро и в различных сферах. Мы всегда поддерживали идею того, чтобы Болгария была энергетическим и транспортным узлом одновременно. В конце апреля 2023 года в Софии открылся офис «Сокар», который известен во всём регионе и участвует во многих проектах. Поэтому данный офис является штаб-квартирой не только для Болгарии, но и всего региона». Азербайджан и Китай обсудили бизнес-возможности вдоль среднего коридора в рамках международной торговой сети. Также рассмотрены проекты по обеспечению устойчивости, цифровизации и превращению маршрута в зелёный коридор. Так, замглавы Департамента регионального сотрудничества Национальной комиссии развития и реформ Китая Лян Линчун посетил Бакинский порт. Участники делегации отметили ведущую роль порта в развитии и стабильности среднего коридора, основанного на историческом шёлковом пути, а также вклад в инициативу «Один поезд и один путь». Было подчёркнуто и значение Бакинского порта как главного транзитного узла, соединяющего Азию и Европу. В Азербайджане и в Китае заинтересованы во взаимном сотрудничестве в области расширения логистики и портовых операций. Ежегодный рост промышленного производства Китая с добавленной стоимостью, вероятно, превысит 4,3% по итогам года. Об этом заявил министр промышленности и информационных технологий КНР Цзин Чжуан Лун. По его словам, промышленность страны постепенно восстановится в этом году, а её структура будет дополнительно оптимизирована и модернизирована. За 11 месяцев объём производства крупнейших высокотехнологичных предприятий Китая увеличился на 2,3% в годовом исчислении. Выпуск оборудования вырос почти на 6,5%. Министр отметил, что исследование технологии 6G демонстрирует быстрый прогресс. В следующем году Китай будет поддерживать устойчивый рост промышленной экономики. Мы запустим пилотные проекты по допуску и доступу к дорогам интеллектуальных подключенных транспортных средств. Будем способствовать широкомасштабному применению навигационной спутниковой системы Бэйдоу в сфере телекоммуникаций и массового потребления. Также ускорим строительство и применение спутникового интернета. Мы станем развивать новые направления в сфере технологий, энергетики и в биомедицине. Будет производиться современное медицинское оборудование, оборудование для обеспечения безопасности и экстренной помощи. Это, в свою очередь, должно способствовать развитию новых областей, таких как биопроизводство, коммерческая аэрокосмическая промышленность. Недавний случай с исключением ценных бумаг. Японская тошиба из котировального списка фондовых бирж или дейлистингом напоминает кейс с американской компанией Dell. Отставание от современных трендов, вот что, по мнению экспертов, стало ударом по крупной компании. Свой последний торговый день, 19 декабря, акции компании завершили на уровне около 32 долларов. Дейлистинг произошел спустя 74 года присутствия тошиба на токийской бирже и после десятилетия потрясений и скандалов, которые в итоге привели к выкупу компании, отмечает Reuters. Было объявлено, что консорциум, возглавляемый частной инвестиционной компанией Japan Industrial Partners, приобрел 78,65% акций тошиба. Овладение более чем двумя третьими компанией позволяет завершить сделку на сумму 14 миллиардов долларов и сделать ее частной. История с тошиба мне напоминает историю с делистингом компьютерной корпорации Dell. Как мы знаем, был после этого ре-листинг. И история с тошиба, я думаю, что это не конец тошиба как публичной компании. Просто в данный момент тошиба действительно находится, как мы знаем, в своего рода концептуальном кризисе. Давно уже не выпускаются передовые гаджеты. Тошиба практически проигрывает всем другим японским корпорациям по всем типам домашних устройств. И флэтскринам, и приставкам, и тюнерам, которые раньше одни были из лучших. Группы Japan Industrial Partners, в которые вошла тошиба, можно назвать разноплановой. Сейчас они перереформируют корпоративную структуру, определяют сферы, в которых тошиба будет дальше развиваться. Это поможет структурировать финансы и стратегию. Главный исполнительный директор тошиба Таро Симада заявил, что теперь компания делает важный шаг к светлому будущему с новым акционером. Мы работаем в цифровой эпохе. Большинство покупателей хотели бы видеть цифровой контент, возможность подключения к сетям. То, чтобы отстало. Мы перешагнули новый рубеж, и прежние технологии, которые использовались в начале 90-х, они безвозвратно устарели. Поэтому то, чтобы необходимо, конечно, в первую очередь ориентироваться на цифровой контент. В 2015 году компания призналась, что завысила свою прибыль более чем на 1 миллиард долларов и в результате выплатила штраф на сумму 47 миллионов долларов. Это на тот момент стало крупнейшим взысканием в истории Японии. Два года спустя компания объявила о крупных убытках своего американского атомного энергетического предприятия «Вестингхаус». Чтобы избежать банкротства, в 2018 году Тошиба продала свой бизнес по производству чипов памяти, который считался жемчужиной в портфеле компании. С тех пор Тошиба получала несколько предложений о поглощении. А мы продолжаем. Российская экономика стала крупнейшей в Европе. Об этом заявил помощник президента России Максим Орешкин в интервью изданию «Эксперт». Ведущие экономики мира теряют свою былую роль, а среди экономик глобального севера нарастает неустойчивость, считает Орешкин. Он напомнил о сделанном в ноябре заявлении главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что благосостояние Европы основывалось на доступе к российским энергоресурсам и использовании дешевого китайского производства. Так называемые экономики глобального севера – США, Япония, ЕС – потихонечку теряют свою роль, свою значимость. Ведущей экономикой стал Китай, крупнейшей экономикой Европы стала Россия, которая уже дышит в спину Японии в гонке за четвертое место. И очень серьезно в рейтинге поднялись азиатские экономики. Индия заняла третье место, Индонезия поднялась на седьмое и в ближайшее время начнет штурмовать позицию Германии, которая занимает шестое место. Шаг за шагом потери ресурсов Китая и России ведет к долгосрочной стагнации европейской экономики, считает помощник российского президента. А утверждение, что китайский автопром захватывает российский рынок, относится не только к России. Сегодня Китай стал экспортером автомобилей номер один в мире. И по мнению Орешкина, неудивительно, если через 10 лет такие компании, как Мерседес и БМВ, уйдут в историю. Как заявил Максим Орешкин, европейские производители теперь не имеют ни рынка сбыта, ни преимущества в технологиях, которыми они обладали еще 5-10 лет назад. Ну что же, мы представили вечерний выпуск экономических новостей. Прощаемся с вами до завтра. Всего доброго, Лидия. Большое спасибо, Салатын. Я напомню, что экономический блог представила моя коллега Салатын Мирзаева. А мы продолжаем. Объявление 2024 года. Годом солидарности во имя экологически чистого мира. Еще одно доказательство того, что Азербайджан уделяет большое внимание вопросам климата и окружающей среды. Об этом заявил заведующий отделом экологической политики Министерства экологии и природных ресурсов Фаек Муталимов. Азербайджан уверенно идет к цели превращения страну в зону зеленой энергии и сокращения урона окружающей среде. Республика поставила цель сократить эмиссию парниковых газов на 35% до 2030 года и на 40% до 2050 года. Кроме того, Нахчеванская автономная республика и освобожденный Карабах и восточный Зангизур объявлены зонами зеленой энергии. Как вам известно, один из пяти национальных приоритетов социально-экономического развития Азербайджана до 2030 года определен как страна с чистой окружающей средой и зеленым ростом. В рамках этого приоритета поставлена цель осуществить два важных направления – обеспечить здоровую экологическую среду и создание зеленых зон. Можно с уверенностью сказать, что Азербайджан воплощает в жизнь все эти цели. Страна ведет интенсивную работу по оздоровлению окружающей среды, восстановлению и увеличению озеленений, обеспечению эффективного использования водных ресурсов и устойчивых источников энергии, а также борьбы с глобальными изменениями климата. Единогласное решение о проведении в Азербайджане такого престижного мероприятия, как 29-я сессия конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата КОП-29 является наглядным примером большого уважения и доверия Азербайджану. Это показывает, что международное сообщество одобряет и поддерживает вклад страны в дело охраны окружающей среды, предотвращение изменения климата на национальном, региональном и глобальном уровнях. Объявление 2024 года «Годом солидарности во имя экологически чистого мира» — это большая ответственность не только для Министерства экологии и природных ресурсов, но и для каждого гражданина. Это поможет всем посмотреть на важность защиты и сохранения окружающей среды под новым углом. Азербайджан успешно реализует проекты по переходу на альтернативные источники энергии. Уверен, нас ждёт очень плодотворный год. И здесь хочу особо подчеркнуть проведение КОП-29 в Азербайджане. Климатическая конференция привлечёт внимание людей со всего мира и вновь поднимет актуальные климатические вопросы. Защита окружающей среды является приоритетом в широкомасштабном процессе восстановления и реконструкции освобождённых территорий. В Карабахе и восточном Зангизуре применяются такие инновационные подходы, как «умный город» и «умное село». Переход на альтернативные источники энергии и транспортировка зелёных ресурсов на мировые рынки является приоритетом энергетической политики Азербайджана. Страна ставит целью к 2030 году увеличить до 30% долю возобновляемых источников энергии. Решение об учреждении ещё восьми кандидатов на участие во внеочередных президентских выборах было принято на заседании Центральной избирательной комиссии Азербайджана. Таким образом, общее число утверждённых кандидатов достигло 15. Также было принято решение о регистрации шести полномочных представителей кандидатов на предстоящие президентские выборы. Помимо этого, на заседании комиссии обсудили обязанности государственных СМИ предоставление кандидатам бесплатных услуг в рамках их президентских кампаний. Внеочередные выборы главы государства пройдут в Азербайджане 7 февраля 2024 года. Слова Азербайджана тюркского происхождения в армянском языке. Книга под таким названием издана в Баку. Научная публикация посвящена решению проблем тюркизмов в армянских источниках, начиная с 13, с 13 и вплоть до 20 века. И свыше тысячи слов Азербайджана тюркского происхождения. К такому выводу пришёл доктор по филологии Сарлан Гасанов. В своей книге, посвящённой изучению проблемы тюркизмов, автор отмечает, что в армянском языке широко используются не только лексические единицы, принадлежащие азербайджанскому языку, но и фразеологизму. Устойчивые словосочетания, особенно пословица. Работая в Институте истории Национальной академии наук Азербайджана, я стал проводить свои исследования. Они проходили как в библиотеке академии, так и во всех других библиотеках республики, где имелись книги на армянском языке. Таким образом, мне удалось перейти к выводу, что в армянском языке есть большое количество слов тюркского происхождения. В 2014 году Сарлан Гасанов защитил диссертацию на тему слова тюркского происхождения в армянских источниках, а затем составил словарь, представив транскрипцию слов и их перевод. Слова тюркского происхождения встречаются в армянских источниках, начиная с 13 века, а в 19 веке подобных случаев стало ещё больше. Для примера достаточно взять произведение жившего в то время известного армянского писателя Хачатура Абовяна. Ещё один пример – это лирика поэта Яшуга Саят Новы. Он жил в Тифлисе и в своей биографии, кстати, на азербайджанском языке писал, что его родина – это Тифлис. Он – автор порядка 220 стихотворений, 120 из которых были написаны именно на азербайджанском языке, что принесло ему известность. Уже потом он стал писать на грузинском и армянском языках. Эта монография всеми фактами доказывает интенсивное влияние азербайджанского языка на армянский во все исторические периоды. Учитывая это, издание книги важно как с точки зрения историографии, так и лингвистики. Эсмир Алиева, Намик Гасан Лыси Бесе. Это были все новости на сегодня. С вами прощаюсь. Всего доброго. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»